Виктор Сергеевич Азаров Виктор Сергеевич, у нас много тем сегодня на повестке, но предлагаю начать со строительства социальных объектов. Это одна из важных ключевых тем и есть о чем поговорить. Много чего и сейчас возводится в мытищах. Это и школа 35, и поликлиника, и стадион. И вот хотелось бы поподробнее о каждом из этих объектов узнать. Давайте начнем со школы. Да, вы правильно говорите. У нас сейчас на повестке очень много строительных объектов, много социальных объектов строится. Конечно, наверное, самое значимое это 35 школа. О чем вы сейчас сказали. 35 школа строится в рамках национального проекта образования современной школы. Если вы помните, мы в апреле по решению губернатора одновременно закладывали строительство новых 50 школ, в том числе и нашей школы. Это школа на 1100 учащихся. Сейчас она в стадии строительства. Надо сказать, строители немножко отстают. Объективно отстают. Но задача стоит школу в следующем году, в сентябре месяце, сдать. Рядом со школой возводится в едином комплексе центральное спортивное сооружение, или стадион центральный, его так уже прозвали. Хорошее название. Центральный, да? Ну, действительно, центральный, в центре города. Это будет современное спортивное сооружение с футбольным полем, с подпотребунными пространствами, которые мы будем использовать для размещения дополнительных залов для разных видов спорта. Естественно, раздевалки будут, естественно, будут комнаты для тренерского состава, плюс легкоатлетический комплекс рядом со стадионом, вокруг стадиона. И с учетом того, что стадион размещается в центре 25-го микрорайона, надо будет повнимательнее, мы посмотрели, разместить там побольше уличных тренажеров для занятий спортным, для фитнеса, как сейчас достаточно популярно у нашего населения. Вот все это мы планируем в конце следующего года, в сентябре месяц, сдать. Вот. Недавно, буквально недели две, мы в рамках строительного дня посетили оба этих объекта. Вот. По школе идет отставание, по стадиону дела немножко получше обстоят. Ну, единственное, как всегда, не хватает денег, средств. Сейчас будем изыскать возможность дополнительного финансирования, потому что стройку останавливать нельзя, надо объект доводить до сдаточного состояния. Вот. И надеюсь, как я говорил, в сентябре следующего года мы два этих объекта откроем. Вот. Следующий объект по значимости – это у нас поликлиника на 520 посещений, мы много о ней говорим. Это 260 детских, 260 взрослых посещений. Ну, жители центральной части города видят поликлиника визуально практически готова, общестроительные работы завершены. Сейчас идут отделочные работы, оснащение оборудованием, потом завоз специализированного оборудования, наладка, настройка. Задача стоит к концу года поликлинику сдать в эксплуатацию. Она очень нам необходима, потому что большая потребность и по детской поликлинике, и по взрослой поликлинике в этой части города. Сегодня все поликлиники у нас перегружены, те, кто притянуты к центральной части города. Конечно, посмотрим еще, пока есть погода, пока есть сезон, благоустройство вокруг поликлиники. Хотелось бы увеличить количество парковочных мест, хотя жители пишут, жалуются, что мы не хотим жертвовать этими дикими газонами в пользу парковочных мест, так как это и не поможет, как они считают. Я думаю, что все-таки тут надо найти какой-то, как раньше говорили, консенсус. Сейчас мы будем общаться со старшими по домам, будем общаться с ТОСами, вот с тем, чтобы найти возможность найти общее решение. Надо сделать и благоустройство прилегающей территории, попытаться увеличить парковочное пространство. Потому что, естественно, многие будут приезжать на автомобилях, и не хотелось бы создавать там дополнительные проблемы для тех же наших жителей, которые проживают в этом микрорайоне. Если по школам, я почему на поликлинику перешел, это как бы у нас центральная часть, 25-й микрорайон, все связано, все компактно. Если по школам, у нас в планах это строительство пристройки в ближайшее время к школе, центральной 6-й школе на 500 мест. Вот это у нас дальше идет школа Болтяно в новостройке, потом Сухарево рассматриваем. Сейчас возможно, невозможно, в принципе, уже завершаем проектную документацию по строительству школы. Все они где-то емкостью по тысяче учащихся, это большие современные школы. Растем быстро, прирастаем населением очень хорошо. Только в этом году у нас первый класс идет более 4 тысяч первоклашек. Поэтому школы нам нужны, и школы строим. По спортивным объектам, помимо стадиона центральной, я, честно говоря, сегодня готовился, первый раз услышал это название, стадион центральной. Ну, наверное, хорошо звучит, ну, с жителями еще обсудим, может быть, будут какие-то другие предложения. Вот у нас вопрос, который мы уже не первый год пытаемся решить, это строительство ФОКа в Марфино. Там и место определенное, но никак не получается у нас согласовать с Минспортом. Будем говорить, техническое задание на строительство ФОКа. Изначально у нас в проектной документации предусматривался там бассейн. Бассейн считают, что бассейн, в общем-то, для такого количества населения, это нет такой необходимости. Там есть обеспеченность бассейнами по территориям, и по территориям, по учреждениям частного культурно-досугого уклона. Ну, в любом случае, мы сегодня, все-таки, я думаю, технические задания согласуем с Минспортом. И на следующем году задача выйти все-таки на проектирование строительства одновременно, потому что не такой большой это проект. И востребованность есть, действительно востребованность есть. И слишком много мы на эту тему говорим, уже на протяжении почти трех-четырех лет надо бы попробовать реализовать это дело. Виктор Сергеевич, если позволите, я немножко к стадиону центрально вернусь. Вот вы говорили на одном из выездных совещаний о том, что этот объект будет сделан максимально доступным для жителей микрорайона, именно в плане не профессионального спорта, ну и в том числе, но и для любителей, чтобы и пенсионеры, и просто детвора могли заниматься там. А вот вопрос еще такой, каток там возможно будет организовать в будущем, когда стадион заработает? К сожалению, мы там планируем сделать и уже делаем это круглогодичный обслуживаемый подогреваемый газон, поэтому на этом покрытии каток нельзя сделать. А вот на тех участках, где мы будем использовать под легкоатлетические элементы, возможно, можно рассмотреть и размещение небольших катков. Ну и хотелось бы, не хотелось бы, однозначно, с учетом того, что все-таки этот стадион расположен практически, он практически в жилой застройке, надо делать акцент на те виды спорта и те, то оборудование, которое доступно и пользуется популярностью нашего населения, чтобы этот стадион использовался, как говорят, на все 120%. По катку, наверное, надо посмотреть, потому что зимой очень востребовано, согласен с вами, надо посмотреть эту тему, проработать специалистам и, возможно, дать предложение, где ты можешь там сделать. Площадь достаточная для размещения катка, наверное, там можно разместить каток. И все условия есть, там очень хорошие условия для организации пространства, для раздевала, тренерские комнаты, комнаты отдыха. Получилось очень современное, достойное спортивное сооружение. Спасибо, Андрей Сергеевич, у нас есть первый телезритель, дозвонившийся. Давайте послушаем. Добрый вечер, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. 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 Алло. Да, 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 говорите. У меня вопрос. Будут ли прикреплены корпуса к поликлинике, которая строится на Олимпийском? 13 дом, корпус 2, 13, 3, корпус 3, 13, 3, корпус 4. Вот, к данной поликлинике. Ну, сложно сказать сейчас, куда мы готовы. Ну, да, я, честно говоря, не хочу сейчас. Давайте мы все-таки по итогам эфира этот вопрос я рассмотрю. Сейчас, во-первых, эти корпуса не были прикреплены к какой поликлинике? Ну, вероятнее к первой, наверное. Вероятнее к первой. Если к первой, то есть вероятность, что они будут прикреплены к этой поликлинике. Давайте я отдельно отвечу. Я не готов к ответу на этот вопрос. Хотя вопрос, наверное, правильно поставлен, потому что особенно мамы молодые переживают, куда им детей водить. Да, когда новая современная поликлиника будет в шаговой доступности. Ну, наверное, максимально попытаемся загрузить эту поликлинику с привязкой к шаговой доступности. Дополнительно ответим вам. Не могу сейчас ответить точно. Спасибо. Ну что, пойдемте тогда дальше по ремонту дорог и благоустройству. В этом году весна и практически лето рано пришли, и погода была теплая, что позволило рано приступить к ремонту, к ямочному сначала, потом к капитальному дорог. Мы знаем, что в этом году основной акцент был сделан на сельские территории, но вместе с тем улица Мира вот так вот незаметно тоже у нас полностью капитально отремонтирована. В том числе и развязка. Вот сейчас уже идет работа по, как мы знаем, фрунзе Мира, который соединит. Ну я хочу сказать, незаметно, как вы говорите правильно, но вот такие вот основные наши трассы, как улица Мира, практически полностью капитально отремонтированы. Сейчас, кто заметил, идет установка тросовых ограждений. Это дополнительная безопасность для и водителей, для пешеходов. Хорошими темпами идет сейчас ремонт Пироговского шоссе, особенно в районе деревни Высокого идет строительство тротуаров. Осташковское шоссе, это в районе Болтяно, тоже идет строительство тротуаров, светофорного объекта обустройства, лежачих полицейских. То есть в этом году, я про региональные трассы говорю, достаточно большой объем денежных средств правительства Московской области, спасибо за это, конечно, предусмотрело по региональной дороге городского округа Мытища. А у нас региональных дорог почти 140 километров, или даже больше, могу ошибиться. 140 километров у нас только местных дорог, а региональных у нас порядка, наверное, 200 километров. По местным дорогам погода позволила, мы начали, вышли. Вышли, погода позволила, вовремя отыграли все необходимые конкурсные процедуры, и вышли на капитальный ремонт дорог, большой объем дорог, как мы и планировали, взяли на сельской территории, на сельских территориях, в сельских населенных пунктах. Сегодня готовность практически уже под 85 процентов. В начало сентября мы должны завершить весь объем ремонтных работ, который был предусмотрен в этом году. А в этом году у нас предусмотрено примерно где-то на 150-160 миллионов с учетом и ямочного ремонта. Это очень хороший объем, и жители ощутимо видят изменения. Ну, что говорить, там, где были дороги десятилетиями грунтовки, уже как бы с этим смирились, появляется асфальт в населенных пунктах. Это хорошо. Ну и наши основные трассы выглядят очень достойно, достойно для современной дороги. Подрядчики разные, отношения тоже разные, есть и замечания, но это работа, от этого никуда не уйдешь, поэтому работаем. Сентябрь месяц – это завершение всех работ, связанных с ремонтом наших дорог, и регионального значения, и местного значения. А что касается «Фрунземира», там, на каком этапе, в сроках, в планах? Да, «Фрунземира» идет уже реализация этого проекта. Это позволит соединить восточную часть и западную часть городом и Тищи, ну или, если более понятно, это дополнительный выезд на Ярославское шоссе. Вот сегодня идет реализация уже непосредственно строительных работ. С той стороны строители возводят, с той стороны я имею, со стороны Ярославского шоссе, строители возводят уже насыпи, опорные быки или столбы, и здесь опорные столбы. Практически полностью завершено расселение, и все вопросы урегулированы с изъятием земельных участков и объектам недвижимости, которые попали в пятно застройки. Объем реализации в соответствии с планом строителей. В графике. В графике. Должны мы это завершить, если мне память не изменяет, в 2021 году. Ну, объект большой, масштабный, конечно. Ну да, это, пожалуй, наверное, за последние годы наиболее масштабный объект с точки зрения дорожного строительства в Мытищах будет. Ну, будем ждать. Надеемся, что все сделают в срок. Ну, предлагаю перейти к следующей теме. Благоустройство. Вот немножко затронули дороги к благоустройству. Теперь мы знаем, что в соответствии с губернаторскими стандартами 10% придомовых, дворовых территорий, а это как минимум 50 площадок детских, игровых зон, ежегодно в Мытищах ремонтируют, реконструируют, обустраивают. Вот в этом году планы 2019 года уже должны, наверное, быть реализованы. И можно ли уже говорить, что все дворы, которые нуждались в этой реконструкции, стали комфортными? Извиняюсь, немного простыл. Ну, к сожалению, все дворы, которые нуждаются в реконструкции, мы еще не охватили. Для общего понимания ситуации, общей статистики, вот мы сейчас провели инвентаризацию в соответствии с решением, принятым правительством Московской области, министерства ЖКХ. И у нас 461 дворовые территории на территории городского округа Мытища. Из них за последние три года мы благоустроили 201 территорию. Ну, чуть меньше 50%. И еще 50% в этом году будут благоустроены. То есть, фактически мы переварим цифру 50%, приближаемся к 60%. Но эти 40%, которые останутся, это почти около 200 территорий, тоже требует благоустроиться. Это не говорит о том, что они совершенно не благоустроены, там отсутствуют детские площадки и прочее. Просто это элементы благоустройства, которые создавались значительно позже и, естественно, не соответствуют тем стандартам, по которым все не работает. А стандартные они очень жесткие. И, естественно, жители видят, особенно молодые мамы, видят современные детские площадки. И все желают, чтобы такие площадки были. Это должно быть и безопасное покрытие, это должно быть и освещение, это должны быть новые парковочные карманы, контейнерная площадка современная, имеется контейнерная площадка для размещения мусорных баков, озеленение, лавочки. То есть, те стандарты, которые стали уже нормой для нас при создании современных дворовых пространств. Сегодня все это стало нормой, применяется. Вот на этих территориях, которым еще не хватило, это предстоит сделать в следующем году и последующие годы. 50 дворовых территорий, то есть 10% ежегодно мы должны и делаем благоустройство. Но если посчитать, то для этого нам еще где-то надо 3 года, 3 последующих года. Ну, а потом пойдут следующие, которые также. Это процесс бесконечный, потому что там, где создали, уже где-то что-то разрушилось, где-то что-то уже подустарело, где-то что-то сломали. Это процесс бесконечный. Ну, кроме того, еще освещение необходимо в рамках программы «Светлый город» также устанавливаться на этих же площадках. Да, «Светлый город» — это однозначно новые освещения, новые точки освещения, это новые светильники, энергосберегающие светильники. Плюс у нас, надо сказать, что в целых ряде деревень, такие как Протасово, Бяконто, Троица, Сельцо, просто не хватало мощности сетей. И зачастую все эти, как энергетики говорят, проседали, и люди страдали от падения мощности и отсутствия электроэнергии. И в этом году в рамках инвестиционной программы МОСОБО «Энерго» проводит по усилению мощностей, работы по усилению мощностей в этих населенных пунктах, которая должна завершиться тоже в сетябрь-октябрь, то есть к новому зимнему сезону, где идет повышенное потребление электроэнергии. Надеюсь, что вот с этими работами у нас целый ряд пунктов от этой проблемы избавится. Работы тоже ведутся? Темных пятен не должно быть, да? Не должно быть, да. Ну вот, кстати говоря о программе «Светлый город», хочу затронуть программу «Мой подъезд», которая также буквально 3-4 года назад масштабно стартовала, и мы все запомнили эту цифру, 888 подъездов, которые в первый год реализации программы в Мытищах отремонтировали, привели в порядок. Но вот так же, наверное, как и с площадками, постепенно вопрос его острота снижается, но вместе с тем также ремонтируем. С подъездами немножко полегче, потому что, ну полегче я имею в виду с точки зрения статистики, мы в первом году хорошо правильно назвали цифру 3 восьмерки, 880 подъездов, такой рывок сделали. Вот в этом году у нас 156 подъездов, фактически более 50% уже работы реализованы, но 156 подъездов – это уже подъезды, которые требуют большие затраты. Сегодня то, что мы делали при ремонте подъездов на старте этой программы, то, что сейчас мы делаем, это значительно отличается и по объему работы, и по объему финансирования, и по качеству работы. Вот 156 подъездов, но тут примерно такая же история, как благоустройство, для того, чтобы пройти все подъезды, где-то еще понадобится порядка 2-3 лет. Вот, плюс эта тема очень активно всегда обсуждается и в обращениях в администрацию, так же, как и по дорогам, так и по подъездам, вот, и в доброделиях, и мы обращаем на это внимание, программа зачастую формируется не исходя из нашего какого-то восприятия, исходя из требований наших жителей и востребованности жителей. Вот это такая гибкая история, можно все-таки планировать разные адреса, поэтому, пользуясь эфиром, призывая наших жителей, ну, не призывая, они и так активны, но обращая внимание наших жителей, что эту программу мы можем вместе с вами сформировать с точки зрения определения приоритетов, какие подъезды в первую очередь, какие дороги в первую очередь надо ремонтировать. С дорогами, кстати, это у нас проходит уже второй год, это голосование на портале Добродел происходит, исходя из этого голосования, первая часть программ формируется, вот, исходя из этого голосования. Ну, можно сказать, что Добродел, это вообще такая палочка-выручалочка стала для местной власти, потому что практически вот срез всех проблем сразу там виден, и там голосование же проходит по разным темам, не только до дороги благоустройства, и по школам, и по детским садам, вот, то есть это практически вся наша жизнь, если что-то не нравится или что-то хочешь высказать, можешь обратиться и получить ответ, результат. Ну, зачастую люди много чего хотят высказать, вот, и, наверное, больше половины действительно по существу проблематик, которая существует, это, я согласен, это большая помощь для администрации, для формирования наших программ по городу, по городскому округу, вот, но это большая ответственность, это большой объем работы, потому что тысяча обращений поступает, их необходимо отработать, необходимо выявить, где обращения объективны, выявить приоритеты по реализации, вот, это большая, серьезная работа, достаточно большие, большое количество людей в администрации работает над этой программой Добродел, вот, ну, и в то же время все больше и больше появляется ответственных пользователей, которые не только подсказывают, но и говорят, как надо делать, где надо делать, и зачастую они их правы, вот, другой вопрос, что мы ограничены с точки зрения финансирования, временного фактора, поэтому зачастую целый ряд вот вопросов, как я говорил сегодня, там, дорожное строительство, еще какие-то емкие работы, связанные с ремонтами, они определяются через голосование жителей, то есть автоматически определяется рейтинг того или иного проблематики, эта проблематика выходит в первую очередь по решению для администрации, то есть здесь значительно проще для администрации по формированию нашей работы на последующий год. Предлагаю к следующей теме перейти, также масштабно, это озеленение нашего города, да, здесь можно долго и подробно говорить как о точечном, о точечных клумбах, точечном озеленении, так и о реализации масштабных проектов, скверы, парки, лесопарки, опять же, но вот это городская среда, которая создает настроение, формирует восприятие у гостей нашего города, настроение жителей, опять же, вот, и сегодня мы видим модные современные тенденции в городском ландшафтном дизайне, которые порой противоречат с старыми, так сказать, сложившимися традиционными приемами озеленения, опять же, те же старые деревья, которые некоторые не дают вырубать, скажем так. Вот как воссоздать вот этот, найти этот компромисс, учитывая модное, новое и хорошо забытое старое, скажем так? Ну, я хочу сказать, вот, часто люди приезжают в город, ну, первый раз приезжают, и часто говорят, зеленый город, хотя есть жители, у которых диаметрально противоположное мнение, что зелени маловато в городе. Я считаю, что все старые зеленые насаждения, которые здоровы для последующей эксплуатации, необходимо сохранить, и сегодня наша специализированная компания, МКО «Леспархоз», грамотно к этому подходит, практически все, что есть в городе, все проревизовано, все это обслуживается, все за всем этим ухаживается. Вот, задача максимально все-таки сохранить зелень в черте города. Вот, естественно, появляются новые газоны, клумбы, новые посадки молодые. Ну, например, мы говорили на эту тему, сегодня у нас ведется очень большая работа по демонтажу в центральной части города, и не только в центральной части города, нестационарно-торговых объектов, которые в свое время когда-то были построены, как правило, это такого были непрезентабельного внешнего вида, будки, палатки и прочее, прочее. И принято решение после демонтажа этих будных палаток на каждом месте разбивать цветник, газон, вот это особенно видно на Новоматическом проспекте. Очень все это грамотно делается, считаю, современно, и жители, наверное, оценили, видят, что в этом плане работа ведется. Плюс сегодня новые тенденции с точки зрения ландшафтного дизайна. Ежегодно идут соревнования между муниципалитетами по лучшему цветнику, по лучшей территории, которая благоустроенно озеленилась. Вот в этом году наша МКО «Леспархоз» в рамках вот этой конкурсной программы «Свет лета», которая называется, да. Сделала проект под названием «Медовая поляна». Медовая поляна, да, Медовая поляна. Там домики для насекомых, там стилизованные ульи, разнотравия, дикое разнотравие, полевое разнотравие. Вот, в общем, получился мини-заповедник в центре нашего центрального парка с мини-заповедник в центре парка нашего. Поэтому приглашаю наших жителей, пока еще лето нас немножко балует, сходить посмотреть. Я считаю, что очень удачное решение, очень грамотное, очень красивое, достойное. Будем смотреть сейчас, как это решение оценят конкурсные жюри. Вот, я надеюсь, что оценят, и, соответственно, будет денежная премия, которая в последующем будет, опять же, направлена на озеленение. Ну, могу сказать точно, что мутищенцы там всегда на лавочках. Я просто периодически хожу в той стороне и вижу, что всегда лавочки заняты, отдыхающие есть. Конечно, с точки зрения озеленения, может быть, это не совсем связано. Мы в этом году, к сентябру месяцу, еще два момента таких запланировали по парку. Это завершить строительство летней театральной веранды. Ну, вот, сегодня очень востребовано, и в выходные дни пользуются спросом. Это уличные танцы, вот, организованные мероприятия. Вот, то есть эта веранда нам позволит на профессиональном уровне предоставлять площадку любителям. Любителям танцев, вот, плюс современное звуковое и световое оборудование. И, как сейчас можно говорить, мы заменим эту линию старого фудкорта на современные павильончики небольшие с благоустройством прилегающей территории, ну, и заменой содержания. Чай и кофе, это выпечка, ну, традиционно то, что пользуется спросом у жителей. Задача поставлена к сентябрю месяца, то есть в дню города это дело все завершить. Посмотрим, сейчас работы идут в полном, будем говорить, росте. Вот, посмотрим, и приглашаю жителей также в сентябре прийти посмотреть вот эти изменения, которые явно украсит наш парк. Ну, к дню города мы еще вернемся дальше в программе. А сейчас бы хотела поговорить еще о зеленых растениях, насаждениях, только в отличие от тех, которые полезны и радуют глаз. Вот, перейти к борщевику, с которым мы боремся. И губернатор поставил задачу искоренить это вредоносное растение в Подмосковье. Но вообще, насколько актуальна эта проблема была для нашего округа? И, насколько мы знаем, вот всеми возможными способами, лично мы снимали материалы, вот велась эта борьба, компания против. Вопрос очень актуален, очень проблематичен, потому что фактически этим борщиком Сосновского никто не занимался на протяжении десятилетий. Наверное, с тех советских времен, когда его пытались культивировать для применения там в животноводстве, в растеневодстве. Потом в виде дикой формы он произрастал на всей территории Московской области. Он опасен для здоровья, он опасен для земель. Вот второй год идет реализация этой программы по борьбе с борщиком. Надо сказать спасибо губернатору, это лично его инициатива. По его личной инициативе была организована эта программа, выделено финансирование, в том числе из бюджета Московской области, из муниципальных бюджетов. Мы вот на этот борщевик, а это достаточно серьезная проблема и серьезная опасность для земель и для жителей, в этом году выделили практически около 10 миллионов рублей. Вот и была обработана 480 гектар. Это вот в 2018 на 522, сейчас 480 тут справка. И еще дополнительно мы добавляем деньги для того, чтобы еще такое же количество обработать. Востребованность очень большая. К сожалению, это растение очень стойкое, требует для того, чтобы уничтожить длительную систему обработки. Работы ведутся, и достаточно эффективно жители это видят. Я надеюсь, что мы все-таки с борщиком поборемся и справимся. Но для этого надо еще несколько лет, как минимум. Потому что то, что мы химикатами уничтожаем, это остается корневая система, потом это необходимо перепахать. Еще раз с химикатами уничтожить достаточно сложная такая технология, для того, чтобы получить окончательный результат. Мы этим занимаемся. И опять же, кто пишет обращение в администрацию по поводу наличия борщевика на территориях, прилегающих особенно к местам общего пользования, принимается оперативная мера. Мы оперативно все это делаем. Плюс привлекаем частных собственников земельных участков к этой истории, потому что борщевик не выбирает, чья это земля. И зачастую это происходит на землях, которые находятся в собственности. И тут собственник должен принимать меры и выделять определенные финансовые ресурсы для того, чтобы проводить борьбу с борщевиком. Собираем. Я один раз проводил сам собрание с собственниками, призывая их к ответственности. Но те, кто не понимает эту ответственность, есть еще и меры воздействия через административно-технический надзор, и через земельный контроль. Поэтому работы ведутся, они реально прям похожи на боевые действия против борщевика. Точно, бороться так отчаянно. Наша программа продолжается. Мы работаем в прямом эфире. Я напоминаю, вы можете звонить и задавать ваши вопросы. Мы ждем ваших вопросов. Виктор Сергеевич, хотела бы задать вопросы, которые нам прислали телезрители во время подготовки к эфиру. Несколько поступило вопросов от жителей одного микрорайона. Ну, пока еще не жители, а, наверное, будущих жителей. Я имею в виду микрорайон, который застраивает 17А, компания «Лидер М». Одни спрашивали, когда сдадут четвертый корпус этого дома. Другие спрашивали, почему застройщик обещал одно по договору с отделкой квартиры. А сейчас удешевляет стоимость этой недвижимости. Я знаю, что недавно, в ходе строительного дня, вы встречали с жителями. Можно еще раз ответить для тех, кто, может быть, не в курсе? Да, мы встречались с инициативной группой, с лидером инициативной группы. Очень такая активная женщина, к сожалению, я сейчас не вспомню, как ее зовут. И непосредственно на площадке с участием застройщика и подрядчиков по этому корпусу было заверение, что сентябрь месяца – это месяц, когда объект будет сдан, то есть передан непосредственно дольщикам. Что касается отделки, тут вопрос взаимодействия застройщика с покупателями, с дольщиками. Кто-то в суды подал, но я предложил все-таки застройщику в диалоге с его покупателями найти компромиссное решение. Или финансовая компенсация, или какие-то другие дополнительные работы. Или в конечном итоге, кто очень настаивает, может быть, и отделку надо делать. Но каким-то образом надо решить этот вопрос. Инициативная группа очень активно работает. Я думаю, что мы найдем решение этой проблемы. Главное то, что мы нашли решение проблемы, что эта стройка с задержкой почти полтора года наконец-то завершается. Я имею в виду по четвертому корпусу. Это очень важно, что мы не попали в ситуацию по долгострою и с потерей вообще инвестора. И с потерей, как только уходит инвестор, уходит подрядчик, и стройка замирает. Удалось сохранить эту стройку, она живет. И в сентябре месяце... Ну, во-первых, сейчас закончили, наконец-то, ожидаемый проспект Астрахово, который соединяет... Дорогу открыли. Да, 17-й, 17-й АМИК район. Вот закольцевали дорогу, открылись нормальные дороги с тротуаром. Надеюсь, это две недели назад было. Сейчас уже, наверное, разметка есть и все необходимое оборудование. И четвертый корпус в сентябрь месяц должен быть сдан. Будем надеяться, что вопрос с повестки уйдет на будущее. Уйдет. Да. Виктор Сергеевич, ну вот от тем будничных все-таки предлагаю перейти к темам праздничным. Мы уже немножко говорили о новых школах, о том, что у нас много первоклассников будет. И все-таки вот какова готовность объектов именно образования, школы в данном случае к началу учебного года, учитывая, что все-таки 1 сентября, вот буквально через две недели. Ну, как вы хорошо знаете, ежегодно постановлением создается комиссия по приему всех учебных учреждений к новому учебному году. Сегодня у нас стопроцентная готовность, все школы готовы к приему наших учеников. Как я уже говорил, 4200 перваков в этом году идет в наши школы. Вот первое у нас сентября попадает на, по-моему, на выходной день, поэтому все праздничные мероприятия будут проходить 2 числа. Это понедельник и праздничная линейка, и первый учебный день в новом учебном году. Повезло. Да, поэтому 2 сентября закончатся каникулы у наших учеников, все пойдут в наши материнские школы. Как я говорил, все школы готовы, замечаний нет. Все ждут своих основных участников этого процесса, учеников наших, наших учеников. Спасибо, Виктор Сергеевич. У нас есть еще телезритель, который к нам дозвонился. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, и говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Виктор Сергеевич, скажите, пожалуйста, могли бы вы нам помочь? В чем суть вопроса? Говорите. Управиться с деревьями, которые разрослись до такого состояния, что просто на проводах висят, которые идут к осветительным столбам. Скажите адрес, пожалуйста. И вообще, линейка до 6 этажа уже доросли. Адрес, где вы проживаете, где проблема? Я выдала свой адрес, фамилию. А, хорошо. Хорошо, ну, значит, тогда... Я думаю, завтра соответствующая служба... Они уже сейчас получили поручение, исходя из нашего вечера. И по вашему адресу вы идут. Ну, я и говорил, у нас все-таки город имеет много зеленых насаждений уже большого возраста. Деревья высокие, разросшиеся. Взрослых, да. Да, и зачастую, когда мы делаем по благоустройству, начинаем вырезать, возникает разногласие у населения. Кто-то говорит, не надо этого делать, а те, кто попадает в зону затенения, говорят, наоборот, это надо делать. Ну, все эти вопросы надо решать со старшими по домам, прежде чем приступать к этим работам, надо обсуждать, чтобы потом не было ненужных претензий. Ну, а по этому адресу, естественно, завтра выйдут, люди посмотрят. Если есть общее решение жителей дома, значит, деревья подрежут, подровняют. Если они уже физически устарели, конечно, их надо будет тогда спилить, чтобы не создавали угрозу. Спасибо. Ну, и предлагаю завершить наш сегодняшний эфир на праздновании Дня городского округа. Вот, как раз 31 августа, в последний день лета, мы все с нетерпением ждем этого события, потому что это всегда большой праздник, большая развлекательная программа, конечно же, финальный салют. Вот, расскажите, что в этом году запланировано? В этом году практически традиционно, там, может быть, какие-то изменения до праздника, основного праздника Дня городского округа Мытища, прошли мероприятия у нас на сельских территориях. Это Федоскинское подворье, первый такой сельский фестиваль. Первый он, он первый, но он оказался не комом. Очень высокая оценка с точки зрения организации и насыщенности мероприятиями этот фестиваль получил. Вот, потом в Пирогове провели большой фестиваль танца и песни. Вот, в целом, в ряде деревень городского округа Мытища будут проведены праздничные мероприятия, посвященные дню рождения этих деревень, как говорят там. Вот, 17 августа пройдет еще один у нас ежегодный праздник. Он приурочен к завершению сезона, сельскохозяйственного праздника урожая, Марфинская палитра. Тоже зрелищное такое мероприятие. Всех приглашаю принять участие в этом мероприятии. Вот, традиционно всегда приглашаем всех наших гостей. Традиционно привлекает большое количество и наших жителей, и наших гостей на сельской территории. Вот, ну и медленно, но верно подходим к основному празднику дню городского округа Мытищи. Вот, фактически 31 числа, 29 числа начинается это мероприятие торжественным собранием, где мы чествуем наших ветеранов, почетных граждан. Вот, плюс появляются новые почетные граждане в этом году, естественно. Вот, 31 августа будет уже основная праздничная, после праздничного мероприятия, после торжественного заседания будет уже основная праздничная программа. Это и проходит наш фестиваль чайпития в Мытищах, традиционных, на площадках центральной части города. Вот, танцы в парках, о чем мы говорили, фестиваль технического творчества. В 15 часов будет начало основной концертной программы. Вот, и завершится традиционно это праздничным салютом в центре города, в Пирогово, в Федоскино у нас. Параллельно будут на всех территориях? Да, на четырех площадках, на территории всего городского округа Мытища. Ну, в общем, такой достаточно традиционный набор мероприятий, но, как правило, он пользуется спросом, и надеюсь, будет хорошая погода, и достойно встретим наш праздник. Главное, чтобы погода не подвела, она нас в последнее время удивляет. Даже когда и погода не очень, все равно много людей приходит. Особенно салют посмотреть, финал этого всего действия. Ну что ж, Виктор Сергеевич, спасибо. Не вам спасибо. Темы вроде все обсудили, впереди новая работа, новые будут направления. Предлагаю встретиться в сентябре, подвести итоги, может быть, уже следующего месяца. Хорошо, спасибо. И новые вопросы обсудить. Спасибо еще раз и спасибо всем телезрителям. Это была программа «Диалог с властью». В студии был глава городского округа Мытища Виктор Сергеевич Азаров. Всего доброго, оставайтесь на Первом Итищенском. До свидания всем. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok